Сегодня отмечается Всемирный день змеи. Дата не то чтобы очень популярная, но именно она привела нас на вершину Мархозского хребта, в террариум. Все люди делятся на две категории. Те, кто ровно и спокойно относится к присмыкающимся, и такие, кто никогда, ни при каких обстоятельствах, даже близко не подойдут к змее. И только журналист способен не просто взять в руки питончика, но и позволить обвить собственную шею. Все ради сюжета. Этих ощущений никогда не поймет тот, кто не боится змею. А вот мне сейчас он очень страшный. Сегодня мы в гостях в Геленджикском сафари-парке, где, конечно, первым делом отправились к самой знаменитой нашей змее. Это тигровая питониха альбинос по кличке Блондинка. Подозреваю, что ее прежние владельцы, может быть, ее по-другому называли, но у нас она попросту Блондинка. Нетрудно догадаться, почему. Это альбиносная форма тигрового питона, достаточно большая редкость. И условно они называются золотые питоны. Но, действительно, она не чисто белая, она у красивого золотистого окраса. К сожалению, мутация не передается по наследству. И хоть наша Блондинка уже трижды в нашем парке стала матерью, ну, вот, огромного гнезда из яиц, которые мы инкубировали. Но, вот, к сожалению, у детки у нее самые обычные тигрового окраса питончики. Это уже взрослый питон. Длиной она около 4 метров. Ну, плюс-минус рулетка, вы по ней не ходили. И при транспортировке последней, когда она как раз к нам переезжает на лето из террариума на горе, а на лето спускается в Нижний парк, весит около 30 килограмм. Ну, покушает, не покушает, сытая, голодная там. Плюс-минус 5 килограмм получается. На лето красавица-блондинка переезжает в Нижний парк, туда, где экспонируются все остальные животные. Взвесить ее можно только в эти моменты. А вот все ее собратья постоянно проживают в террариуме на горе. Во Всемирный день змей мы просто не могли не посетить закадычных подруг из серпентария. Все эти хладнокровные красавицы мирно посапывали, свернувшись в клубочек. И благосклонно позволяли туристам запечатлевать себя через толстые стекла вольеров. Ну, а куда им торопиться? Влажно, тепло, кормят отменно. Активно шевелиться эти ребята начинают только, когда задумываются о предстоящем обеде. Мы сейчас находимся в террариуме, который располагается на вершине Морковского хребта, куда ведет канатная дорога с нижней части Саммари-парка. Здесь у нас представлено около 20 видов змей, а также другие рептилии, огромные бараны прекрасные, а также летучие собаки. Среди наших змей также есть очень ядовитые виды. Один из самых опасных – это индийская кобра. Когда-то она была изъята у фотографов. Представляете, она фотографируется на пляже с индийской коброй. Так вот, сейчас она живет у нас в максимальной безопасности от посетителей, так и посетителей от нее тоже. Как всегда, сафари-парк, который к тому же является реабилитационным центром для животных, сумел нас удивить и подарить незабываемые эмоции. Конечно, лучше побывать здесь самим и увидеть и других представителей животного мира. Сафари-парк-парк! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова